В предыдущих частях мы с вами увидели, каким образом острый всеохватывающий кризис приведет к развалу Российской Федерации. Мы убедились, что после начала открытой войны против Украины такой распад практически неизбежен. В этом коротком видео мы узнаем, какие именно независимые государства могут возникнуть на территории бывшей Российской Империи и какие их шансы на успешное экономическое развитие. Вначале рассмотрим судьбу Москвы, центра эксплуатации региональных ресурсов, город-паразит, разбогатевший на использовании многочисленных провинций Российской Федерации. После того, как Россия переживет ряд гражданских войн, как и в период между 1917 и 1926 годами, Кремль убедится, что его силы безопасности слишком сильно растянуты и могут лишь удержать контроль над Москвой, Санкт-Петербургом и основными областями Европейской части России. Новое государство в центре в Москве будет иметь слишком слабый военный потенциал, чтобы угрожать соседям. Главной задачей станет обеспечение выживания этой малой России. В свою очередь, еще до полного исчезновения власти Москвы, республики и регионы РФ начнут принимать декларации о независимости и организовывать народные референдумы. Эффект домино запустят Татарстан и Башкортостан, которые станут примерами для других. Ряд наций вспомнит свои периоды независимостью до того, как их завоевали русские. К ним относятся татары, башкиры, карелы, удмурты, макшаны, эрзиане, марийцы, черкесы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, хакасы, алтайцы, буряты, тувинцы и сахи. Активисты Крайнего Севера, Сибири и Тихоокеанского региона потребуют создания собственных автономных регионов с контролем над территориями и ресурсами, включая нефть, природный газ, золото, уран и другие полезные ископаемые. Ряд коренных народов будет предъявлять законные права на свои традиционные территории и ресурсы. Даже нации из краев и областей, где большинство составляет русские, могут претендовать на статус коренных народов и независимость, согласно уставу ООН, потому что русское большинство – это результат завоевания и колонизации. Федерация может развалиться как по региональным линиям, так и за этно-республиканскими границами. Будет возрождена идея Уральской республики, которая существовала в 1993 году и включала шесть областей – Свердловскую, Пермскую, Челябинскую, Тюменскую, Курганскую и Оренбургскую. Другие регионы с российским большинством могут появиться как независимое государство во время краха федерации. В частности, Калининград как четвертая республика Балтии и Приморский край как новое Тихоокеанское государство, оба с перспективами экономической интеграции с более богатыми иностранными соседями. Эти новые страны будут иметь наибольший шанс быстро стать экономически успешными. В России существовали и другие временные государственные структуры, основанные на региональной идентичности. К ним относятся Сибирская и Дальневосточная республика, территории которых могут охватывать несколько краев и областей. Во время гражданских войн в послецарское время регионалисты Сибири, заявившие об отдельной идентичности и выступившие против колониального господства России, установили временное правительство сибирской автономии в январе 1918 года, но его ликвидировали большевики. Сибирская республика может стать одним из первых субъектов, которые провозгласят свою независимость. Большое украинское население Дальнего Востока может добиваться большей региональной автономии и более тесных связей с Украиной. В разгар открытого конфликта с Москвой процесс дорусификации может усугубиться в некоторых бывших субъектах федерации. Новые правительства будут пытаться защитить развивающуюся идентичность и независимую государственность и обезопасить себя от русского мира. В некоторых случаях это может включать изгнание россиян с важных политических должностей, конфискацию принадлежащих россиянам бизнесов или даже изгнание российского населения, которое будет рассматриваться как потенциальная пятая колонна. Все описанные выше сценарии распада страны стали реальностью из-за открытой войны против Украины, которой начала Российская Федерация в феврале 2022 года. У той части граждан РФ, которая все еще сохраняет возможность мыслить, сейчас не очень большое количество вариантов для действия. Либо заблаговременно покинуть территорию РФ, либо включаться по мере сил в работу антивоенных комитетов для того, чтобы остановить войну с Украиной и дальнейший распад России на многие государства.